Руида. Пора взять двух дьяволов в команду. Тущая коза? Да в этом даже смысла никакого нет. Пей дальше, обрубок. Хоть это у тебя хорошо получается. Обрубок? Любители. Любители? О, Келгар, ты посмотри. Принцесса на горошине думает, что она сможет нас уделать. По мне так это пустое бахвальство. Студентки-неудачницы из академии. Да вы двое не узнали бы, что такое оскорбление, даже если бы оно подошло и покусало вас. Ну? Так почему бы тебе нам не показать, как это надо делать? Огневолосая. Огневолосая. Оригинально и язвительно, а воображение не на грош. Неужели это лучшее, на что способна демон-полукровка? А, хвост вместо мозгов? У меня мозги не в хвосте. Значит, недалеко? Может, тебе приспустить штаны немного? Я смотрю, мозги у тебя хоть и с дыркой. До воздуха им всё равно не хватает. Ну-ка, объясни. Ну, она сказала, что у тебя мозги недалеко от хвоста. А это подразумевает, что они у тебя там, на чём ты сидишь. И то, что ты дышишь прямо. Ладно, ладно, поняла уже. Маленькая ведьма. Ну, не переживай. Раз мне пришлось объяснять, значит, оскорблений не удалось. А за попытку я тебе налью кружку, твоё высочество. Насколько я помню, во фляге никогда ещё не было такой хорошей прислуги. Ага, с тех пор, как твою маму отсюда вышвырнули. Так вот, маму мою не трогай. Ты последи за своим языком поганым, тупоголовая девчонка. Не то я тебе кое-что расскажу про доблесть и мужское достоинство айронфистов. Ага, про две самые маленькие вещи во всём Файруне. Мне рассказывали, что от тебя, Килгар, ни одна женщина про мужское достоинство айронфистов так и не узнала. Чего? Будь уверена, о мужском достоинстве айронфистов уйма женщин знает. Уйма! Просто они все живут в Уотердипе. А так бы они тебе рассказали. Килгар, успокойся. Успокойся? Я не потерплю таких слов от какой-то недоношки и девчонки, которая даже таверну для хорошей драки выбрать не может. По крайней мере, я в той драке кое-чему научилась. Ты, жир на пузо недомерок. А теперь, если ты закончил со мной умом мериться и совсем иссяк, то советую тебе сесть обратно в кресло и пить дальше за свою доблесть, пока с другого конца не польётся. Может, я ещё потом подойду, уложу тебя в колыбельку. Хм. Жир на пузо и недомерок. Да, неплохо. Заткнись, хвост, вместо мозгов. А я-то думал, что от магов совсем никакого толку нет. Дунка, налей мне ещё. Сам себе налей, дворф. Ты же ещё ни за одну кружку не заплатил. А я всё ждал, когда ты дашь мне самому с бочонками управляться. Кому ещё налить? Некоторых дворфов вообще на поверхность выпускать нельзя.